здравствуйте друзья в сегодняшнем уроке вы увидите но прежде чем начать хочу поблагодарить всех кто нам помогает мы рады сообщить вам что снова используем наш канал на ю тубе и с целью его более быстрого развития планируем изменить способ которым будем знакомить вас с нашими видео уроками мы будем регулярно загружать один полный урок из каждого курса совершенно бесплатно на нашем канале и каждый кто заинтересуется соответствующим курсом сможет приобрести его полностью по ссылкам в описании под видео курсы на нашем новом сайте будут дешевле чем на предыдущем потому что мы решили что самое важное это вы наши зрители не будем скрывать что сейчас мы сталкиваемся с трудностями и будем благодарны каждому кто сможет пожертвовать любую сумму оставляем ссылки для пожертвований на paypal patreon и revolute все пожертвования будут потрачены на покупку материалов карандаши кисти краски аренда помещения где мы рисуем и другое будем рады если кто-то из вас также станет членом нашего канала но даже если у вас нет такой возможности снова благодарим вас за то что вы с нами мы одна семья и не забудьте подписаться на канал нажать на колокольчик поставить лайк поделиться видео и оставить комментарий спасибо вам а теперь вы можете насладиться полным уроком из наших курсов что нам нужно подготовить сегодняшнем уроку во первых и поговорим о бумаге у меня два листочка бумаги формата опять листочки плотные типа плотного ватмана на одном из листочков которые можно заменить тоненькой бумажкой например бумагой опять для офисных работ ведь как она складывается здесь будет эскиз я буду рисовать на плотном листе бумаги а на втором плотном листе бумаги я перенесу этот эскиз для того чтобы нам нарисовать грамотно композицию с фруктами и так у нас с вами линейка резинка карандаш пользоваться я буду карандашом 14b это очень мягкий карандаш для того чтобы вам было все видно когда я буду переносить эскиз на другой лист бумаги где мы будем рисовать цвете я возьму карандаш 3b можно брать для себя карандаш hb только сильно не нажимать я это делаю только для того чтобы вам было виднее и так какие у меня краски я традиционно жильской росписи использую два вида красок это темперной краски поливинила цитатный завода санкт-петербург это ультрамарин и белила титановые конечно джель на фарфоре смотрится более темным поэтому если вы хотите именно как джельский оттенок взять то тогда размешайте краску голубая fc тогда она ближе будет к цветовой гамме но мне хочется передать нежность поэтому голубой цвет здесь будет очень уместен краски эти продаются в тюбиках можно заказать в интернете поштучно но обязательно выдавливаю в баночку из-под гуаши и размешиваю при помощи деревянной палочки или древко до состояния жидкой сметаны чтобы капала с деревянной палочки это очень важно чтобы краска была подготовлена одинаково к работе и так теперь поговорим о кистях так это самая такая важная тема кистей много не бывает и должна сказать что здесь плоская кисточкой не зря лежит если вам тяжело на этом уроке будет нарисовать виноград пользуйтесь круглой кисточку не меньше десятого номера 12 14 16 вот эти номера то есть если вы отчаясь рисовать круглой кистью кжельская роспись рисуется круглой кистью можно попробовать плоской кистью а также очень хорошо можно использовать кисточки беличи это самые любимые мои кисточки кисточки могут быть посмотрите размера 4 5 6 максимально 4 4 5 6 и обязательно одна кисточка номер два вот я беру беличу кисточку номер два самая тоненькая кисточка для кжельской росписи вот обращаю ваше внимание что рисовать можно и синтетикой имитации бу белки вот например фильм фирма альбатрос прекрасной кисточки делает имитации белки обратите внимание как плотно набрано вся наша кисточка смотрите невозможно вставить туда ноготок и теперь покажу кисточки которые уже вышли из обихода посмотрите это пятый номер фирмы альбатрос и как бы я не сплющила после рисования она все равно лохмается когда кисточка так сильно разлохмачивается я ее придется мне и вымывать в растворе специальном и тогда попробовать ее насильно сжать чтобы она вернулась в действие то есть есть у вас такая кисточка у вас тоже может не получить теперь обращаю внимание на кисточку которая очень популярна в нашей стране это завод рублев это одни из самых дорогих кистей белича кисточка посмотрите как она набрана она набрана не так как все волоски одинаково с колпачком как мороженое пара посмотрите пара стаканчик с мороженым видите это очень хорошая кисточка это нам не подходит потому что она набрана конусом видите по бокам короткие волоски а дальше то есть они создают имитацию выпуклой части и они очень набраны некачественно обратить внимание вот я засовываю ноготь половина ногти заходит это говорят о том что очень свободный вот этот металлический ригелек и кисточка будет очень неудачно вам рисовать от кистей в этом виде росписи очень много зависит дорогие друзья поэтому если вы начали рисовать у вас какая-то кисточка не слушаете поменяйте на другую кисточку и в этом случае это будет оправдана сейчас я буду очень тщательно показывать вам композицию композиция это основа любой любой работы и к этой композиции нужно относиться весьма внимательно и так для того чтобы композиция у нас была закончена и завершенной не фрагментальные мы ее разделим пополам наш лист по вертикали горизонтали и сделаем отступ по одному сантиметру по периметру нашего листа формата опять я буду делать это сейчас на глазок вы можете подойти к этому скрупулезно отмерить по одному сантиметру то есть это граница за которую мы не заходим если у вас какой-то элемент дотронется до границы ничего страшного но заходить не нужно это одно одно из главных условий композиционного построения делим формат листа а 5 пополам по вертикали и горизонтали здесь я делаю более тщательный подход надо помнить о том что в жильской росписи настоящих народных художественных промыслов жили 20 оттенков синего цвета одного и того же цвета поэтому можно сделать более темную работу более светлую ну а если вы делаете вместе со мной композицию на дополнительном листе бумаги у вас останется она на на будущее чтобы можно было нарисовать это несколько раз то есть вы будете помнить как строить композиция сейчас мы будем отмерять наши все элементы при помощи линейки и чтобы у вас было все точно сделано итак мы от центральной точки от центрального построения вот точки в центре отходим справа и отмечаем точку два сантиметра два сантиметра здесь буду везде ставить цифры 2 точно также я отмечаю вниз от центральной точки два сантиметра и сразу ниже делаю 4 то есть вот здесь 2 и 4 вот так можно уголочками даже показать теперь мы идем наверх от центральной точки 5 сантиметров от отложить надо 5 вот так влево от центральной точки идем два с половиной сантиметра и вот так теперь от центральной от что мы делаем от этой точки вот от этой точки мы проводим под углом линию свободную угол примерно наклона может быть сколько там 45 градусов 40 50 здесь у нас будет находиться с вами арбуз и мы его будем выстраивать вот благодаря точкам два с половиной сантиметров и 5 сантиметров то есть вот так конечно вы можете друзья вы можете сделать циркуль примерно диаметр этого арбуза будет 7 с половиной сантиметров но он может быть чуть больше чуть меньше хвостик будет находиться вот здесь вот в этой части чтоб нам показать арбуз нам нужно показать вот такие вот полоски на нем вот так тогда это будет арбуз Потому что мы некоторые полоски будем вести по прямой линии, некоторые по дуге. Теперь мы рисуем кусочек арбуза. Это может быть кусочек от другого арбуза, не обязательно. Поэтому нам понадобится 4 см и вот эта точка. То есть здесь у нас будет находиться, вот в этой части, арбузик, который прикроет это место. Можем отсюда отмерить 3,5 см, не дальше. Вот отсюда. Вот. И у нас вот здесь будет наш ломтик красивый. Вот так. Мы сделаем здесь корочку у арбуза. И покажем наши семечки по дуге. Таким образом, чтобы они как бы смотрели в середину того арбуза. Смотрите, вот так, так, так. Следующий. Вот так и вот так. То есть они все должны быть веером, неровненько. Потом мы им дадим еще вот такую поддержку в виде дуги. Вот так. Это наша главная центральная часть. Что нам нужно здесь добавить будет? Листья. Но мы их делаем после того, когда нарисуем сейчас виноград. Виноград у нас будет находиться с этой стороны. И примерно мы отступим от края, от края 3,5 см. Примерно. То есть у нас вот здесь, вот в этой части будет находиться наш виноград. Вот так. Он будет заполнять вот это место. Он фактически как вытянутый арбузик. По массе одинаковый. Это очень важно. Что мы здесь делаем? Мы здесь рисуем на ширину два круга, кружка главных. К ним близко, чуть дотрагиваясь, третий кружок. А вот следующие виноградинки, они будут у нас как бы фрагментальны. Вот здесь будет целый кружочек у нас. А здесь будет половинка. Сюда можно. Сюда. Вот так. И отдельно маленький может, маленькая ягодка быть. Для поддержки цвета, поскольку у нас здесь будет синяя корочка, вверху мы рисуем листики. Вот так. И хвостик можем нарисовать. Мы можем отсюда нарисовать. Можем нарисовать точечки у каждой ягодки. Можем не рисовать. То есть здесь уже определяем так, как мы можем. Ну и самое главное, это нам уравновесить листочки в этой стороне. Это может быть один или два листика. В этой части один или два листика, но более светлого размера. Ой, светлого цвета, потому что у нас они должны быть уравновешены. Ну и самое главное, мы от винограда делаем красивую, изящную веточку. На этой веточке мы нарисуем маленькую стрекозку в графике, чтобы у нас она держала этот строй. Ну и у арбузика сделаем красивый завиток. Здесь мы также можем завиточек сделать или просто усиками показать. Много усиков мы не рисуем, но мы определяем, чтобы они были уравновешены. Поэтому вот эти дополнительные усики, их не обязательно делать. Достаточно сделать три усика. Раз, два, три. И вот на этой ноте я кладу этот карандаш очень мягкий и приступаю к рисованию на втором листе бумаги. Поэтому, если вы сейчас смотрите, еще раз посмотрите, как я начинаю строить композицию. Сначала я отступаю по одному сантиметру по краю. Ну и сразу же отмерю половину серединку нашего листа. Здесь я буду более мягко рисовать карандашом, но имеется в виду нежно, чтобы было... Дело в том, что карандаш, вот этот графит, очень сильно отпечатывается. И мы работаем, когда с краской с белилами. Конечно, вы можете рисовать гуашью художественной, вы можете акрилами краской рисовать. Но обязательно помните, что белая краска и карандашный графит, они пачкаются. То есть пачкают друг друга. Графит пачкает. И у вас, если будет очень ярко нарисованный эскиз, то вы можете испачкать свою работу вот этим мазком. Насчет красок. Если у вас нет набора, например, красок или нет темперных красок, вы, конечно, можете взять краски гуашь. И лучше всего купить белила отдельные, которые называются художественные белила. В гуаше их две позиции. Есть гуашь белая титановая, есть гуашь цинковая. Одна более дорогая, художественная, другая более желтоватая. Поэтому лучше выбрать более дорогую гуашь. И гуашь очень хорошо контактирует как, например, с акварельным ультрамариновым цветом, так и с темперной краской. То есть вы можете взять одну гуашь и заменить, например, в акварели. В любой акварели есть ультрамарин. Смочите как следует, намочите, чтобы она постояла минут 15 краска, распустилась. Тогда вы при помощи палочки соберете эту краску на палитру и вы также можете нарисовать гжель на бумаге. Тяжелее всего будет вам рисовать акриловые краски, если у вас не высокопрофессиональные краски. Акриловые они делятся на профессиональные и школьные. Если школьный такой набор, то, конечно, они очень светлые. Просто у вас работа, как бы вы не хотели, будет светлой. Поэтому будете знать. И, например, в акриловых красках тяжело купить темную краску. Например, вот голубую ФЦ. Как я уже говорила, она почти черного цвета. Она есть в гуаше, называется лазурь железная. Вот она. Видите, написано лазурь железная. Вот видите, какая она темного цвета. Она максимально подходит для гжели. Итак, мы начинаем с вами откладывать. В правую сторону 2 см. Здесь я уже вам не подписываю. В левую сторону 2,5 см. Вверх 5 см. Вниз я откладываю 2,4 см. Вот так. И убираю теперь уже. Можно по линейке, кстати, арбузик нарезать. Да, можно вот здесь уголок дать. Давайте повернем наш арбуз. Вот так. И будем со мной. Помните, что роспись это ручная, поэтому здесь от руки рисуется. Мы сидим с вами на столе, поэтому я рекомендую поворачивать и так, и так лист. Тогда у вас будет абсолютно четко нарисован арбуз. Плюс, если вы будете смотреть с одной стороны, потом нарисуете в цвете, то вы потом, когда повернете лист бумаги, вы увидите, что у вас удлинение. Мы же сидим не вот так перед своим носом, а сидим за столом. Поэтому очень важно здесь вот это вот переосмыслить. Так, так, так. Хорошо. Теперь у меня здесь, а вот с правой стороны еще три с половиной сантиметра. И с левой стороны я отмерю. Это для того, чтобы нам здесь вот наши... Так, вот это у меня будет арбузик. Тоже можно по линеечке очертить. Он был более четким, таким красивым. Кстати, на наших изделиях, на изделиях расписных в жиле, линейка не используется. Ну, потому что, во-первых, форма. Хотя есть, например, там сырные досочки. Все стараемся делать от руки. Для новичков можно все это использовать. Лишние все линии мы будем стирать. И вообще будем стирать так, чтобы нам было только видно очертание наших элементов. Вот так, немножко не так, собернула. Вот так, наверное. Сейчас проверим мы. Так, семечки. Семечки могут быть на одном уровне. Можно их почаще нарисовать. Можно поменьше нарисовать. Тут вы уже сами решаете. Можно вот здесь по бокам маленькие дать такие семечки. Итак, мы теперь здесь рисуем наши две ягоды. Они полноценные вот в этой форме. Так, ягодки. Раз. Потом третью ягоду рисуем. Четвертую нарисуем. Пятую. Можем маленькую рядышком нарисовать. Вот так. Теперь мы рисуем ягоды прямо насквозь. Почему насквозь? Потому что очень часто, когда рисуют вот такими половинками, получается, что они не круглые. Вот поэтому мы делаем сначала кружок, а потом делаем с вами половинку. То есть мы делаем кружок. Теперь мы обводим все наши элементы. Без нажима я немножко ярче вам даю, чтобы вам было все это виднее. Вот так. Хорошо. Здесь у нас один листик. Дотрагивается второй листочек. Здесь у нас будет арбузик. Здесь у нас листики. Листочки в этой части. И вот здесь у нас будет с вами пахать стрекозочка. Прежде чем мы продолжим, посмотрите небольшую часть уроков, которые вы получите, если приобретете полный курс. Продолжение следует... Кроме всех уроков, вы также получите полную запись вебинара к настоящему курсу. Вы можете приобрести курс по ссылке в описании. А теперь давайте продолжим с первым уроком курса. Все. Наш эскиз готов. Сейчас будем рисовать в цвете. Я использую кафельную плитку. Как всегда, для того, чтобы все было видно. Сейчас пододвинуваю кафельную плитку. Перемешиваю ультрамариновую краску. И выкладываю ее в виде такой вот полосочки. Рядышком. С правой стороны в одном сантиметре. Полутора в одном сантиметре. Я накладываю белил. Белил беру больше. А еще дополнительно беру белила. Если у меня испортится дорожка, чтобы можно было здесь использовать ее. Также я дополнительно беру еще, капаю красочку, чтобы было вот так вот видно, как я с этим работаю. Совет. Если у вас новая круглая кисточка, намочите ее. И пусть она, когда вы намочите, вы ее сожмете и высушите. Посмотрите, как она образует лопаточку. Вот эта кисточка у меня уже высохла. Поэтому я ей буду рисовать. Перед началом работы ее можно намочить. Можно не мочить. Если вы ее смочите, то вам понадобится влажная тряпочка, чтобы убирать лишнюю воду. Вот я ее смочила и убираю лишнюю воду. Тряпочка у меня лежит с правой стороны от палитры. Я начинаю рисовать. Сначала рисуются задние элементы. Какие задние элементы? Арбуз. Потом задние шарики. И потом только передние шарики, которые целиковые и долька. Конечно, самый крупный арбуз. Поэтому сейчас я с него и буду начинать. Набираю на кисточку белила. Смотрю, чтобы они были живыми. И вы можете скорость уменьшить мою. Увидеть, как это все происходит. С пяточки нашей кисточки я удаляю лишнюю воду, потому что вода остается. Здесь у меня еще какие-то ворсинки остались. И когда у меня на кисточке набрано белил, но не такой шишкой большой, то я подхожу теперь и делаю растяжку. Растяжка может быть прямая. Если у вас много краски, вы можете прямо вот сюда еще выйти за границу и вот здесь размазать. Получается одна треть синего цвета. И получается, в сторонку беру палитру, очень сильно уменьшает две трети белил. И теперь я делаю сразу ободок. Можно заходить за нашу дольку. Почему? Потому что она у нас перекроет. Особенно если вы рисуете, например, акрилами или темперными красками. Особенно темперные. Темперные краски самые лучшие по прокрываемости. Они очень хорошо держат слой. Теперь я добавлю водички еще. Сделаю. Вот так. И теперь мы будем здесь прямо ввести наши полосочки. Сюда полосочку, сюда. Можем все ровненькие сделать. Можем более витиеватые сделать. Вот таким образом у нас будет наш прекрасный арбузик. Посмотрите, мазковая роспись требует большой подготовки, хорошего владения кистью. Но как быстро ею все нарисовать? Итак, если у меня залезло здесь синий цвет, я беру белый цвет и подкрашиваю. Или вытираю при помощи ватной палочки с водой. И пока у меня сохнет наш мой арбузик, я буду здесь рисовать наши дальние ягодки. Кисточку стараюсь держать перпендикулярно. Раз, два. Вот у меня еще третья ягодка. Три. Можно перекрывать красочкой. Вот так. Посмотрите. И пусть они согнуты. Я перейду сейчас рисовать к нашему арбузику. Что я буду делать? Я буду здесь делать сначала мазок с белым цветом. Потом переверну работу. Переверну. И сделаю вот здесь растяжку. То есть я перевернула кисточку. Посмотрите. У меня получился здесь цвет. А у меня не хватило места для мазка. Поэтому здесь у меня будет белый оттенок. Белая красочка. Вот сюда. Вот так. Вот так. Посмотрите. Переходим к ягодкам. Можно брать. Вот, например, я порисовала. Могу сделать ягоды потемнее или посветлее. Вот я могу здесь набирать краски. Если у вас испачкалась вот здесь краска, то нужно просто-напросто вытереть эту полоску при помощи тряпочки или ватных палочек и заново наложить красочку. Теперь мы делаем кружочки. Половинками сначала делаем. Потом переворачиваем кисточку и доделаем половинки. Сравниваем так, чтобы у нас половинки были очень ровненькими. Если у вас тяжело получается кружочки сделать, есть совет такой. Вы делайте их светлым цветом. Совсем светлым. Теперь сделаю здесь ягодки наши. Можно их сделать с одной половинкой. Раз. И оставить. Можно с другой стороны повторить. Можно с правой стороны сначала, а потом с левой стороны. Можно взять другую кисточку. Потому что разные кисточка по-разному пишет. Например, я для наших листьев беру поболее кисточку маленькую. Беру поменьше белого, побольше синего, чтобы у меня были более темные листья. То есть у меня получается 1 треть белого, 2 трети синего. Раз, два, три. Переворачиваю кисточку. Раз, два, три. И вот здесь еще один разочек. Вот так. Сюда идем. Можно еще темнее дожидать. Прямо темненькие были. Посмотрите. Можно побольше дать этих перекладинок. Вот так. Здесь у нас будет очень темная полоска. Давайте мы ее сделаем. Это наша долька. Арбузная. Стараемся делать ее одинаковые толщинки. Толщинка одинаковая. Вот так мы ее сделали. А теперь я побольше возьму белил, потому что у меня здесь были более светлые листики. Например, с одной стороны, с другой стороны более темные. Обратите внимание, что когда я рисую листочки к жельской росписи, то они смотрят вниз, вот эти вот выпуклые части. Ни в коем случае я их не делаю одинаковыми, как будто бы это, знаете, ребрышки. То есть мы их не делаем вот так. А делаем, вот то есть мы делаем сначала объем, а потом уменьшаем угол наклона. Дальше мы рисуем листики. Здесь из двух половинок, как сердечки. Можем прикрыть наши листики, листиками даже наши неудавшиеся шарики, например, наши ягодки. Вот так. И остается теперь нам работа тоненькой кисточкой. Должна сказать, что работа тоненькой кисточкой считается одной из самых виртуозных к жельской росписи. Поэтому здесь, если у вас тяжело будет получаться тоненькая изящная линия, надо обязательно поработать над поставом руки. И нужно сделать так, чтобы она была изящная. Я беру ультрамариновый цвет, вот так, и делаю его довольно-таки жиденьким. Сейчас меня здесь, с этой стороны буду держать. Обязательно рука должна лежать на столе. И теперь я делаю наш, например, арбузик. Не старайтесь повторить или сделать одномоментно вот этот элемент, который сейчас показала усики. Можно с остановкой делать. Как же разжевить нам наш арбузик? Мы будем делать сверху такую вот волнистую линию. Ровненькую где-то, где-то волнистую. Такую неровную. И сюда. Так. Подправим. Здесь у нас будет с вами семечки. Можно их идти от центра к краям, как сейчас я показала. И дадим им красивую, вот такую вот, красивую линию поддержки. Красивая линия поддержки называется как подковка. Поэтому ее делают обязательно из двух половинок. Семечки могут быть более пузатенькими. У меня более тоненькие выше, кисточка тоненькая. Вот. Теперь мы делаем на виноградике разживку. Что мы делаем? Мы где-то его подчеркиваем. Вот его подчеркиваем, чтобы у нас был более... Он кругленький. Обратной стороной кисточки или зубочисткой мы ставим точечки. Смотрим, чтобы они смотрели в разные стороны, как это бывает у виноградика. Ну, то есть, чтобы ягодки были в разной стороне. Теперь разживляем наши листики. У листиков мы делаем внутри длинную полосочку. И в разные стороны даем усики. Усики. Смотрим, чтобы полосочка была очень изящная. Теперь будем усик делать здесь. А, вот нам надо еще сделать наши ягодки. Мы сделаем с этой стороны, как будто у нас лежат ягодки с этой стороны, не кверху. У нас же здесь закрыто. А вот сюда. И вот сюда, вот так. Вот. Обязательно обращайте свои листья бумаги, чтобы у вас он был очень... Все время вращался. Чтобы увидеть, где у вас... Я разживляю листики. И должна сказать вам, что это большое искусство. Требует большого преодоления, обучения. И, конечно, этому нужно учиться. Если вам понравится. И если вы почувствуете, что ваша душа лежит к этому виду росписи, обязательно приходите учиться. На наших... Здесь мы можем поставить капельки или точечки. Обратить внимание. Я повторю на всех. Вот здесь, да. Немножко. Вот сюда, да. И здесь делаю нашу стрекозку. В одну точку рисую. Рисую. Потом делаю треугольник и длинный хвостик. И две капельки. Вот. Наша работа уже завершена. Лишних здесь движений мы можем единственно дать, если у вас капельки не получается, можно дать так называемые пустые листики. То есть, вот такие листочки, они очень хорошо, воздушные листики заполняют пространство и дают ощущение заполненности. Посмотрите, как у нас с вами вышло. Здесь вот еще требуется усик, потому что место, уголочка есть. И для поддержки хочется от винограда вот такой усик запустить. Посмотрите, пожалуйста, друзья, мы с вами очень тщательно, очень подробно разобрали, как строится композиция. А, кстати, если вам нужно еще, друзья, добавить разживку или оживку на арбузе, если у вас не очень четко вышел арбузный там какие-то элементы, вы можете добавить вот такими штришочками, а еще сделать капельки литочечки для поддержки. Особенно в тех местах, где, например, у вас не очень вышла арбузная тема. Ну, к примеру, мазочек где-то не очень чистый, вы раз туда точечки вот так ставите мелко. Вот это вот художники используют как раз такой несложный, нехитрый прием для того, чтобы нам письмо было гораздо чище. Значит, поэтому помним о том, что у нас обязательно должна быть линейка карандаш. Обязательно выверенно делаем композицию. Я ее делаю, составляю заранее, для того, чтобы вы получили максимальные все данные, для того, чтобы у вас получилась эта роспись, что у вас не было ошибки в композиции, для того, чтобы у вас работа смотрелась максимально чистой и гармоничной. Ну и помните, если что-то у вас не получается, значит, в мазковую роспись вы можете идти на курс по кжеле, где от простого к сложному вы пройдите все этапы обучения. А также эта техника относится в мазковую роспись свободной кистевой. У нас есть много курсов по свободной кистевой росписи круглыми и плоскими кистями. Ну, а графику этого, то, что вот эти тоненькие линии, которые украшают очень работу, это, конечно, верховая роспись в хохломе. Специальный курс для того, чтобы вы четко поставили руку. Ведь хохлома есть везде. И если мы здесь посмотрим, то усики очень созвучны с хохломской росписью. Как ставить руку правильно, специальные упражнения, это все на этом курсе. Ну, а я вам желаю удачи. Не отчаивайтесь, если у вас что-то где-то не получилось, если у вас еще нет чистого мазка, помните о том, что это очень такой вдумчивый вид промысла, очень требует многочисленных повторов. И, конечно, смотрите на палитру. Если на палитре краски смешались, смывайте, закладывайте дальше. Тренироваться очень хорошо. Начинать той краской, которую вы будете дальше расписывать. Например, я рисую краской темперной. И я знаю, что эта темперная краска ложится и по стеклу, и по керамике, и по дереву, и по металлу, и по коже, и по замке. То есть, это все везде, поэтому я рекомендую, если будете рисовать потом на сувенирах, рисуйте, начинать учиться сразу профессиональной краской. Иначе переход краски, например, с гуаши на темперу или с акрила на темперу всегда очень сложен. И не забывайте, что вы можете приобрести полный курс, а также все курсы, которые мы создали и создадим для вас по ссылкам в описании. Также в описании под видео вы найдете ссылки на наши профили в PayPal, Revolut и Patreon, с помощью которых вы можете поддержать нас, сделав пожертвования любого размера. Спасибо всем!